Всем привет, с вами Дарья! И в данном видеоролике я решила поделиться с вами просто наиважнейшей информацией, о которой вам определенно стоит знать, особенно если вы не просто увлекаетесь айдолами, но и сами мечтаете почувствовать всю вот эту вот прелесть жизни в данной области. То есть в корейской индустрии развлечений стать там айдолом, актером каким-нибудь, или же моделью, возможно. В общем, тут путей может быть множество и мечты у каждого свои. И поэтому лучше изначально знать, куда вы идете. И, собственно говоря, тема данного видео это 4 гиганта корейской индустрии развлечений. Те самые компании, которые управляют всем. Ну, не совсем всем, но тем не менее, огромным количеством тех компаний, которые вам кажутся самостоятельными, но на самом деле это немножечко не так. Так, и первая такая компания это, конечно же, SM Entertainment. Они обладают огромным количеством активов других компаний, не только корейских, но и зарубежных, потому как у них есть представительства, филиалы и в Америке, и в Японии, и в других странах. И, собственно говоря, это значительно расширяет их границы, влияние. И они также скупают акции других компаний, чтобы еще сильнее укрепиться в данной нише. И все начиналось с простого SM Town, который мы периодически из года в год наблюдаем с участием от артистов SM. И потом они стали вот этими вот гигантами. И первым филиалом компании SM Entertainment стали SM Culture & Contents. И следующими они так вот медленно, но верно подобрались к K-East и, конечно же, F&C Ad Culture. Все эти три компании занимаются актерами. И таким образом компания SM увеличила количество своих так называемых филиалов от одного простого SM C&C до целых трех. При этом такие компании, как S-Team, Mystic Entertainment и Galaxy Entertainment являются стратегическими партнерами компании SM. И по совместительству они также имеют отношение к модельному бизнесу. Потому как, собственно говоря, S-Team это и является такой вот небольшой модельной частью компании SM. Ну и после того, как компания SM Entertainment, так скажем, поглотила F&C Ad Culture, F&C тоже стали стратегическими партнерами компании SM. И, конечно же, не стоит забывать о таких вот небольших сравнительно проектах. Это, конечно же, Speaker, которые созданы совместно между S-Team и SM. Ну и, конечно же, персональный лейбл от Super Junior. Ну и следующие такие вот гиганты это, конечно же, YG. И я сразу наперед скажу, что JYP здесь не будет. Потому что JYP, видимо, не хочет размножаться. В отличие от таких гигантов, как SM, YG и те, кто будут чуть позже. Но, тем не менее, YG первое свое такое вот небольшое представительство, отдельное от основной части, занимающейся айдл-сферой, это, конечно же, был проект YGK+, который появился в 2014 году, когда YG немножечко так вот откусили часть модельного агентства. Ну, собственно говоря, они целились с модельным агентством и сделали свою собственную возможность выпускать свет прекраснейших моделей. И, на мой взгляд, это очень-очень здорово, когда компании вот так вот предусмотрительно поступают и создают отдельные такие небольшие части для каждого сегмента своих, так называемых, прослушиваний. Раз уж у них есть прослушивание для моделей, то очень логично иметь специальное, так называемое, подагентство, созданное специально для того, чтобы дебютировать моделей. Ну и, конечно же, нельзя забывать о так называемых небольших подкомпаниях, которые созданы в сотрудничестве, совместительстве с артистами YG. И это, конечно же, в первую очередь Highground с Tableau, это The Black Label с Teddy и, конечно же, PSYG с Psy. Куда же без этих исполнителей, собственно говоря? Потому что чем знаменитее становится какой-либо исполнитель, тем больше ему нужен свой собственный отдельный лейбл, свой собственный отдельный вот такой вот кусочек компании и даже, возможно, своя собственная компания. И отдельно от всей вот этой вот темы с YG я бы даже сказала, что не удивлюсь, если BTS однажды тоже создадут свой собственный лейбл, уйдут из B-Hit и будут вот такими вот вольными птичками. Так, собственно говоря, уже довольно-таки известная и старая группа, которая когда-то отделилась от SM. И это определенно пошло им на пользу. Но среди заслуг YG не только индустрии развлечений, потому как они также разбросали свои кусочечки по различным другим сферам, вроде моды, либо же там бьюти-индустрии, еды какой-то и так далее. Но, конечно же, нельзя забывать о том, что у YG появилась YG Studio Plex. Это так называемая, опять же, подкомпания, которая занимается производством корейских сериальчиков. Драм, ну или же Дарам, если вам так будет угодно. Но все-таки стоит обратить внимание на то, что YG практически ни с кем не пытается объединяться, они не занимаются поглощением, они не занимаются каким-то вот таким вот издевательством, и просто пучкованием они не размножаются. То есть они стараются создавать свои собственные проекты. То есть практически все, что выходит из-под YG, то есть какие-то их подкомпании, подсегменты, это в основном что-то, созданное ими самими, а не что-то, что они как бы поглотили. Но за исключением, пожалуй, что YG Key Plus. Ну и следующая компания-гигант, это, конечно же, Loin, который, как мы знаем, принадлежит такой сервис, как Malone. А Malone при этом принадлежит огромное количество авторских прав на песни большого количества кип-поп-исполнителей. И не всегда это хорошо. Но, тем не менее, после того, как Loin выкупили компанию Какао, они стали называться Какао М. И это даже так иронично немного, что ли. Но, тем не менее, под управлением, все-таки будем называть ее Loin, находятся шесть других компаний. И самое крупное из таких компаний, это, конечно же, Starship. И не стоит забывать, что когда Starship стал частью Loin, то автоматически у Loin вместо одной компании, подкомпании, появилось сразу четыре. Потому как при этом Starship принадлежит еще King Kong Entertainment, которые занимаются актерами. Это, конечно же, Starship X и House of Music. Так что убили четырех зайцев, я бы сказала. Ну, а далее были такие компании, как Plan A, Faith Entertainment, это, конечно же, Cracker Entertainment. Сюда же можно приплести также Махуаин, это лейбл с инди-музыкой. Ну, и, конечно же, ENT Story Entertainment. Ну, и на десерт я оставила тех гигантов в индустрии, о которых я не могу промолчать. Потому что список будет неполным, если я не скажу об этой компании. Ну, и еще с моей стороны просто немножечко против совести будет пойти, если, опять же, о них не упомянуть. Это, конечно же, CD Entertainment and Media. Что тут можно сказать? Это то, что CD не начинали как развлекательная компания, потому как у них огромное количество кусочков паззла просто по всему миру. Которые занимаются не только индустрией развлечений, но и едой, и косметикой, и всем прочим. В общем, это огромное-огромное-огромное количество каких-то вот таких вот более маленьких сегментов. Но, тем не менее, они все восходят в огромнейшем холдингу, который всем этим управляет. Но, тем не менее, нельзя забывать о том, что с недавнего времени CD Entertainment and Media переименовались в Stone Music Entertainment. И вот это вот действительно было немножечко странно. Помимо огромного количества лейблов, помимо всех вот этих вот маленьких кусочков паззла, разбросанных по всему миру и по всей Корее, собственно говоря, не стоит забывать о том, что также компания сотрудничает с такими вот производителями корейских сериальчиков, как Studio Dragon и JS Pictures. Ну и, конечно же, основная причина, почему какие-то компании находятся под управлением другой, это то, что вот этой вот самой большой такой вот гигантской части индустрии принадлежит много акций. Соответственно, если принадлежит больше 50%, то есть, например, 51%, то компания автоматически становится под управлением более крупного холдинга, что, на мой взгляд, даже периодически очень-очень правильно, особенно, когда какие-то компании, в принципе, не могут самостоятельно существовать, а такие компании, как CD, им помогают, потому как, если компания переходит под управление какого-либо холдинга, то автоматически какие-то авторские права переходят к этому холдингу, какие-то еще более такие вот детальные вещи, опять же, переходят к этому холдингу. Но есть и те компании, с которыми этот самый холдинг взаимодействует таким образом, что они просто не лезут в их дела. Они знают о финансовой части вопроса, они, возможно, периодически занимаются каким-то продвижением, но, тем не менее, та вот самая подкомпания, маленький вот этот вот кусочек пазла ведут самостоятельную жизнь. Ну и, конечно же, основными такими вот подкомпаниями, опять же, из-за этих самых акций являются, ну, например, Jellyfish Entertainment или же AOMG, или же такие компании, как MMO Entertainment, Highlight Records, Amepiculture, Musicworks, BM Entertainment. И это только маленькие кусочки этого самого пазла, несмотря на то, что, например, такая компания, как Jellyfish, она все-таки считается довольно большой из-за как раз-таки тех артистов, домом которых она является. Но не стоит забывать о том, что пока вы любуетесь на своих любимых айдолов, ну, например, на телеканале Mnet, ну, либо же какими-то их выступлениями, какими-то другими записями, компания CG получает в свое владение все больше и больше лидлов. И это, в принципе, даже не удивительно. Но, тем не менее, меня отчасти берет гордость за это. Просто потому, что это очень и очень здорово, когда компании сотрудничают вместе, когда компании что-то производят вместе, и когда более меньшие, собственно говоря, как детки переходят к своему родителю, потому как, если устанавливать отношения между компаниями главными, то есть какими-то холдингами, и, собственно говоря, компаниями более маленькими, которые являются, так называемыми, подкомпаниями, то, собственно говоря, вот этот вот холдинг будет родительской компанией, а какая-то более маленькая компания, которую они поклотили, либо же просто присоединили к себе, будут являться дочерними компаниями. И, собственно говоря, в этом определенно есть плюсы. Ну и надеюсь, что таким образом ваши знания стали чуть шире. Пожалуйста, прекратите верить, что каждая компания самостоятельная. Если это не супер маленькая компания, у которой вообще нет каких-то очень популярных артистов, то, скорее всего, она принадлежит какой-то более крупной, просто они об этом не упоминают.